МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, а ты белорусская? Сколько денег? 300. Садитесь. Спасибо. Что у вас, главное, это такси? Садитесь сюда, кто-нибудь. Нет, нормально. Так, как вы сидите, так и нормально. Спасибо с ветерком. Здравствуйте. Я вас поздравляю, вы попали в программу такси. Спасибо. Правила знаете? Не очень-то. Едем, отвечаем на вопросы. Если вы отвечаете правильно, вы зарабатываете 200 тысяч и 2 тысячи рублей, в зависимости от сложного вопроса. Три раза ошиблись, ответили неправильно. Я вас высажу. Тогда начинаем. Играем? Да. Окей. Летс гоу. Первый простой вопрос, цена которому 200 рублей. Поехали. Блины – это рассказы о богатырях или Борисе Гребенщику? О богатырях. Правда ли, что стразы – это драгоценные камни? Да. Поздравляю, у вас сгорела первая жизнь. Ох, нет. Согласно. Согласно. Какие девчонки не мечтают о стразах? Остразы – это имитация про рагоценные камни. Итак, две жизни. На будущее, если вы не знаете правильный ответ, у вас есть две подсказки. Это позвонить кому-нибудь. Или спросить у прохожего. Ну что, красавицы, играем дальше? Что можно узнать, подсчитав свечи на торте именинника? Возраст, сколько ему лет? Правильно. Ура! Ху! Будьте здоровы! Спасибо. Бурра. Играем дальше. Эта составляющая женской косметички удлиняет и увеличивает объем, о чем речь. Духи! Правильно! Да что же меня, духи, что ли? Следующий вопрос. В каком виде спорта мячи, как правило, салатного цвета? В теннисе или в баскетболе? В теннисе. Теннис! Теннис! Теннис большой. Теннис большой! Это первое ответ. Вот я на вас смотрю, у вас салатовые сережки, да? Да, у меня сегодня зеленое настроение. Зеленое, зеленое настроение. Вот никто не говорил, что вы на Лайза Миннелли похожи? Говорили. Говорили? Мане, 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 мане. Мане, 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 мане. Отлично. А давайте вот кто на кого похож? Меня с воротнюк. На воротнюк, да. А, точно есть! Она самая местная с воротнюк. И венца Валерия, если что. Но вы мне спиной со спины как-то не... Мы со спиной похожи как раз. Хорошо, а я тогда на кого похож? Виндизель, да? Тоже со спиной. Виндизель приятно, приятно, черт возьми. На самом деле, приятно. Спасибо. Со спины. Вот так? Да. Хорошо. Итак, закончились простые вопросы. Вот что я хотела сказать. Да. Цена, о котором 10 рублей. Дальше вопросы будут сложные. Они стоят 1000 рублей. У вас две жизни, две подсказки. Мане, 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 мане. Играем дальше. Первый вопрос. Расшифруйте аббревиатуру ЕГЭ. Где мне? Очень. Первый вопрос. Да. Делай мне. Это экзамен. Е-Г-Э. А. Там... Единый государственный экзамен. Ура, товарищи! Это правильный экзамен! Ура! 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 У меня послушалось ЕГЭ. Я две подсказки. А я тоже послушал ЕГЭ. Да. Ну ничего, бывает. Бывает. Музыкальный вопрос. Кто исполняет эту песню? Нет. Итак. У нас есть подсказки. У нас есть две жизни. Мы можем проиграть этот раз. Но лучше... Но лучше не стоит. Не стоит, да? 5, 4, 3... Если честно, лучше, наверное, подсказку ждет. Подсказка, что ли? Как вы возьмете подсказку, что ли? То есть жители не скажут, что это мое. Лучше подсказку потерять. Это лучше... Да лучше... Ты уверен? Что делаем? Давай прохожим. Ну, поедать. Звонить кому? Да. Будем звонить прохожим. Мы тебя продвинутый, продвинутый. Мы тебя его больше продвинутый. Продвинутый. Музыкант, продвинутый, который разбирается в у нас странной музыке. Итак, звоним кому? Мы звоним этому человеку. Одному человеку хорошему. Хорошему одному человеку? Прямо звонить вот прямо сейчас можно, да? Да. Он единственный хороший человек. Он услышит эту мелодию? Он говорит так, на ощупь. Ну, я включу. Указывай. Ой, спасибо. Ромчик, ты знаешь, у меня для тебя есть одна хорошая новость, одна плохая. Какой начать? Я очень быстро. Хорошая новость. Ты попал в программу такси. Это серьезно. И плохая новость. Мне надо помочь мне угадать, кто поет эту песню. Потому что я не знаю. И никто не знает. Прямо сейчас. Вот ты готов слушать это? Да? Алло. Авреловин считаешь, да? Блин, сказал же Авреловин. То есть ты думаешь, что Авреловин? Да. Правильно? Конечно. Авреловин. Ромочек, спасибо. Если я заработаю денег, я тебя покатаю на машине. Пока, 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 пока. Авреловин считаешь, что ответ был Авреловин, да? Это правильный ответ. Я же сказала Авреловин. Слушайте, зря потеряли подкастку. Играет наш следующий вопрос. Кем, по сути, является Диснеевский Плуто? Кто? Плуто? Плуто. Собакой. Собакой? Стощите, молчите. Плуто, подождите. Плуто, собакой. Плуто, собакой. Собачка. 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 Это правильный ответ. Едем дальше. Следующий вопрос. Какое музыкальное направление в народе называют блатняком? Шансон и шансон. Ну, если в Москве, в России точнее, то это шансон. Мы же идем по России, но это шансон. Это шансон. Шансон, да. Может быть, и нет. Только у нас в России блатняк могут назвать шансоном. Тем не менее, это правильный ответ. А-а-а-а! Играем дальше. Где появились первые чирлидеры? В Америке или в Англии? Тут чирлидеры? Да, чирлидеры. У нас еще на жизнь, да? Да, две. Две. Давайте скажем Англия. Англия. Да, Англия. Англия. Хорошо, у вас сгорела вторая жизнь. О, боже. Чирлидеры – это группа поддержки. Да, да, да. Ура! Мы проиграли. Ну что, я вас поздравляю. Закончили сложные вопросы, цена которым тысяча рублей. Дальше вопросы будут суперсложные. Они будут стоить две тысячи рублей. У вас одна жизнь, одна подсказка. И первый супервопрос – это видео-вопросы. А сейчас я обращаюсь ко всем зрителям программы «Такси». Теперь вы можете задать свой вопрос моим пассажирам. Снимите его на видеокамеру или мобильный телефон и пришлите на наш сайт. Лучшие вопросы прозвучат в эфире, а их авторы получат денежный приз. Все подробности на нашем сайте. Кто сыграл роль любимой женщины этого героя? О, боже. Это Харьбер. А кто сыграет? Это девушка нужна. Какая-то такая девушка. Девушка, которая играет, есть за мной, как зовут их прийти. А вам что надо? Ну, кто сыграл? У меня это кто? Пять. Четыре. Губы большие. Три. Да нет. Два. Один. Я не знаю, лучше спросить. Давайте спросим. Давайте спросим. Что у меня прохожих? Итак, спрашиваю прохожих. Да, если мы найдем. Хорошо, давайте спросим. Найдем, куда они от нас денутся? Вот впереди мальчик идет. Ой, нет, это точно они спрашивают. Это мальчик тоже, но это домохозяйка. Ну, ребята, мы так до МКАДа доедем. До Юго-Западной. Ну, давайте спросим. Ладно, давай. А где? А можно до остановки, до великой? И на пол. Молодые люди, а можно вас на минуточку, пожалуйста? Пожалуйста, программа такси, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я пламываю, где-то. Программа такси, пожалуйста, на минуточку, можно вас? Сейчас на минуточку, по-быстрому время уходит. Нам нужен, короче, это программа такси, снимаемся. Добрый день, программа такси, да. Узнать имя актрисы, которая снималась в Хэнкоке. Девушка в этот, в Хэнкоке. Ну, в общем, да. Пойдемте. Да, и вы, б***ь, все снимаем. Не материмся. Пойдем, пойдем. Ну, давайте, ладно, пойдем. Вот этого лысого я давно хотел увидеть, с ним поговорить. Ну, не надо такого. Нет, как вас зовут? Нет, не комментируйте. Леша. Хэнкока нашли. Ведут с собой. Леша, здравствуй. Здравствуй. Я давно по телевизору видел, ты очень хороший мужик. Спасибо. Как тебя зовут? Я Серега. Серега, садись, смотри, девчонкам подскажи. Вон, еще берите двоих, быстрее. Девчонки, двоих хватайте. Идите сюда к нам, идите сюда. Помогите нам. Пожалуйста, пожалуйста, помогите нам. Нам нужно имя героини, которая занималась девушкой и хэнкоком. Это же это, блин. Шаристый рот. Да, да. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Вы нам в это не можете. Ты все, ну, пусть расскажешь с мамой. Так, так, я не могу. Серега, ты не стой у порога. Лех, ты мужик хороший, давай, ладно. Давай, Сергей. Давай. Удачи тебе, Леха. Маме привет. Хорошо. Она меня знает. И может быть. Может, Леша. Закрывайте дверь. Отлично. Шаристый рот. И это правильная дверь. Отлично. Ну так, общими усилиями ответили. Играем дальше. Растут ли трюфели в России? Да или нет? Мы подъезжаем к белорусским. Вам куда именно? Ну, уже нет. Вам куда надо, говорю? А нам где-то Тверская, в общем. Начало, наконец, я не знаю. А, понятно. Хорошо, это за площадью. Отлично. Ну и так, что отвечаем? Растут трюфели или не растут? Да нет. И насколько я знаю, это шоколадные конфеты. Трюфеля. Да. О, а я думал, это грибы. Да нет, это грибы вообще. А есть и грибы, которые тоже. А конфеты растут вообще? Нет. Только на сладком деле. Значит, растут раз грибы. Итак, вы отвечаете? Да. Нет. 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 Да, нет, да. Не знаю. Какой ответ? Да. Да, все. Да, да, да. Да. Да, я сказал. Правильно. Господи, такое счастье, что меня не послушали. У меня нет. Есть же блюдо. А я думала, я сам эту тупую кашу. Ну что, мы приехали. Я вас поздравляю. И жизнь сохранялась. Может, и все ветерком? Вы выиграли 8 тысяч рублей. А если быть предельно точным, 8 тысяч 800 рублей. Есть вообще. Заворотнюк, вы что замолчали? Она в шоке. 5, 6, 7, 8. Звездный состав. Я предлагаю вам всегда эту суперигру. Один вопрос, 4 варианта ответа. Отвечайте правильно. Сумма удовольствуется. Отвечайте неправильно. Сумма сгорает. У вас денег хоть поедим. А что, холодная, что ли? Не кормит вас? Она нас холодная. В Украине не кормят. Все сильно в Украине. Итак. Да, берем деньги. Берете деньги? Да. Хорошо. Право ваше? Ну, берет, все берут. Кристина, деньги ваши. Всего доброго. Удачи на дороге. Всего доброго. Блондина, как всегда. Бронерки в пролете. Ну, ничего, ничего. Пока-пока. До свидания. Так что, пока не могу. Хорошо. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова